Привет, дорогие подписчики моего канала, а также у вас зрители. Я снимаю подобное видео впервые, и в этом видео я вам хочу показать содержимое посылочки, которое я собираю для Катюши, для нашего скраб-обмена. Начну я с чая. Я решила ей положить 6 пакетиков чая, 2 пакетика Тес, Плезир, здесь правильно прочитала, и 4 пакетика майского чая. Это у нас Пряный Восток, Душистый Чебрец, Благородный Цейлун и Смородина со смятой. Надеюсь, ей понравится и будет очень приятно попить такой вкусный чай. И сейчас я вам быстренько покажу всё моё наполнение посылочки. Начнём мы с бумаги. Бумага у меня плотности разная. Какая-то односторонняя, двухсторонняя. Первый листочек вот такой вот. То есть задерживаться я не буду, особо останавливаться от Мистер Паинтер. Двухсторонний, такой фоновый классный листочек. Вот такой вот, тоже Мистер Паинтер. То есть здесь у нас белый фон в красный горошек, здесь у нас красный. Я думаю, смысла нет комментировать, всё и так прекрасно видно. Вот такой вот листочек от Скраббарис с всякими карточками на осень. Вот такой вот флёр. Мой день карточки, я его чуть-чуть снизу подрезала, потому что в коробку он у меня не влазил. Потом я решила поделиться вот такими вот карточками. Вот такой вот, я думаю, листочек будет классный для миксера. Вот такие вот стрелочки. Такой вот, два листочка. Это у нас арт-узор. Он, кстати, двухсторонний на морскую тему с мини-маусами Дисней Бэйби. И второй листочек вот такой вот у нас. С обратной стороны клеточка. И также положу я три листа карт-стока вот такого цвета. Сиреневый, коричневый и такой кремовый. Также я положу... Сейчас, секундочку. Вот такой вот листочек с вырезалками от Мистер Пайндера формата А4. Такой на синюю тематику. Вот такой вот листочек с вкусняшками. Также два листа плотной бумаги формата А4. Пять листов кальки. То есть она не прозрачная, но просвечивает тоненькая. Также я положу сейчас несколько листочков в половинке А4 карт-стока. Очень классно подойдут для основ, для открыток, для обложек на паспорт. Я думаю, если делать в прозрачной обложке. Вот такая вот цветовая гамма. Также две обложечки на паспорт. И бумага 15х15. Я вам тоже ее быстренько покажу. Тут у нас с карточками возможными. Вот такой вот. Вот так вот у нас. И вот такой вот листочек антистресс. Покупала я его в нашем книжном местном магазине. Но сейчас, к сожалению, не занимаются продажей товаров для скрабукинга. Поэтому вот так. Это у нас были, так сказать, бумажные наполнения посылочки. Я убрала, чтобы нам было больше места. Дальше я хочу вам показать вот такой вот пакетик с песком. Здесь у нас декоративные крошки. Цветной песок. Темно-сиреневый и розовый. Доставать я уж не буду. И вот такой вот белый декоративный песочек. Я тоже решила с ней поделиться. Дальше у нас пакетик со всевозможными вкусностями. Сейчас я вам быстренько покажу, чтобы сильно не затягивать. Потому что времени у меня и памяти на телефоне мало. Это значит, что у нас два карандаша со стержнями. Анкера. Люверсы. Пайетки я решила поделиться. Пайетками. Тут разные пайетки. Разные пуговки. Прищепочки. Тоже на разную тему. Здесь у меня вот такие вот два декоративных элемента. Здесь у меня деревянные пуговки. И здесь у меня пакетик с подвесками. Так вот вам покажу. Разные подвески. Открывать уж я не буду. Дальше здесь также есть подвеска. Чеборд как деревянный, так и картонный. Тоже на разные темы. Пакетик с полубусинками разных размерчиков. И вот такой вот пакетик с картонным чебордом. Тут и свадебная тематика цветочная. И мужская. Уж останавливаться на этом я не буду. Я обязательно потом вставлю обзор на свою посылочку. И посмотрите более подробно у Кати в обмене. Следующий вот такой вот пакетик с возможными ленточками, кружевами. Вот такой вот пакетик с кружевом. Здесь у нас хлопковое кружево, розовое, голубое, шифоновые цветы серого цвета. И там еще у нас есть кружево. Но я говорю доставать я не буду. Потому что я это мучилась, мучилась и упаковывала хорошо. Дальше вот такие вот ленточки. Разные. Вот такой пакетик. Здесь у нас вощенный шнур. Вот такое вот шитье. Красненькое шитье. Вот такой пакетик с лентами. Здесь у нас шнур. Классные такие вот листочки. Та вот репсовая выглядывай. Секунду. Тут у нас немножко разошлось. Вот такая вот бобинка с атласной ленточкой кремовой. Ярко-зеленой и розовой такой темной. И вот такая вот желтая с мишками. Бэби-бой. Также вот такие вот четыре цветочка. Братцы. Пёрышки. Я думаю, что они тоже к микс меди и подойдут очень хорошо. Сизаль. Или как-то по-другому она, возможно, называется. Здесь вот салфеточки обычные. И спонжик для нанесения, допустим, тех же красок. И последний пакетик, который я вам хочу показать. Это пакетик с подарками и не только. Сейчас я постараюсь всё аккуратно достать. Потому что, я говорю, было сложно упаковывать. Значит, также я отправлю вот такой вот кусочек замши. Да, замша. Такой вот отрез замши. Так, вот это я вложу. Так, 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 так. Также будет отрез вуали. Надеюсь, я правильно сказала. Большой отрез сиреневой вуали. Будет вот такая вот конюшка. Отрез голубая с птичками. Также я положу для микс меди вот такой вот ключик. У меня он остался последний. И также вот такой вот горошек в таком бирюзовом фоне. И вот такая вот детская ткань с тигрятами. Универсальная. Также вот здесь вот у меня приготовлен для неё подарочек ручной работы. Внутри лежит у меня письмо. И вот такая вот открыточка ручной работы. Открывать я её не буду и показывать, что там. Там уже всё подписано. И опять же таки повторюсь, что оставлю ссылочку на Катина видео, где она подробнее показывает, что у неё, что, вернее, она получила. И подарочки для её детишек. Это вот такие вот книжечки. Стихи для самых маленьких. Вот я взяла в зоопарке. Здесь у нас есть как и задания. То есть вот есть задания внизу. Она мне сказала, что у неё мальчики-близнецы. Любят листать картинки, смотреть, чтобы что-то шохшало. Я думаю, что это будет интересно. Смотреть как и самим деткам, так и полезно почитать тоже им. Здесь вот у нас вот вежливые слова. Тоже очень интересная книжечка. Тут и можно и животных поизучать. И когда подрастут и задания повыполнять. То есть вот такой вот, так сказать, большой обменчик я собрала Катюше. Надеюсь, Катя будет довольна и ей всё это понравится. Если вам понравились подобные видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки я оставлю в описании. И также тоже в комментариях укажите, если вам интересны подобные видео. Я постараюсь, как только будут у меня какие-то обмены, я вам обязательно буду показывать, снимать. Ну и всем большое спасибо, кто посмотрел это видео. Творческого вдохновения, творческих успехов. Пока-пока. Ваша Аня.